Добрый день друзья! Предлагаю обозначить для кого это видео и о чем пойдет речь. Я предполагаю, что у большинства из вас уже есть базовые представления того чем мы занимаемся. Скорее всего вы уже смотрели информацию о том, что за компания, что за продукт предлагается людям и в чем смысл сотрудничества. А возможно уже успели пообщаться с кем-то из наших партнеров. Если да, то это видео именно для вас. Я предлагаю абстрагироваться и эти 50 минут уделить внимательному просмотру этого видео. Информация, которую вы сейчас получите, даст полное представление того чем мы занимаемся и что вы можете достичь в сотрудничестве с нами, если конечно найдем общий язык. Мы максимально подробно поговорим о компании и ее конкурентных преимуществах. О продукте со стороны потребителя и со стороны предпринимателя, который этот продукт будет продвигать. Также поговорим о модели бизнеса, конкретных действиях и деньгах, которые вы сможете здесь заработать. И самое важное, дадим ответ на вопрос чего все начинается и раскроем пошаговый алгоритм действий, который сто процентов приведет до результата, так как уже привел тысячи и тысячи людей в наших командах. То, что реально важно понять в самом начале. Мы с вами говорим о бизнесе, то есть о продвижении конкретного продукта на рынок. И предложение актуально для людей, которые ищут возможность построения бизнеса с целью получения пассивного дохода. Речь не идет о наемном труде. Доход напрямую будет зависеть от созданного товарооборота. Если по сути, то здесь вы получаете всю инфраструктуру, на базе которой можно построить свое дело. Это практически бизнес под ключ, где сначала вы рассчитываете на дополнительный доход, который достаточно быстро сравняется с основным, так и в перспективе построить многомиллионный бизнес, который позволит получить свободу у всех ее проявления, свободу времени, финансовую свободу и свободу здоровья. Но для того, чтобы это получить, конечно нужно потрудиться. Это бизнес со всеми его вытекающими и практически ничем не отличается от любого другого вам знакомого дела. Создание базы потребителей и сети партнеров, организации системы сбыта, развитие предпринимательского мышления, овладение профессиональными навыками, иногда тяжелая работа, где себя нужно изменить. Стереотипы, сомнения, принципы – это зоны нашего развития, и к этому нужно быть готовым. Поэтому и важно понять, ради чего вам все это. Еще раз повторюсь, это предложение для людей с определенными целями и задачами по жизни. Поэтому, если готовы, начнем разбор с компанией и продукта. Надеюсь, у вас уже есть правильное отношение к MLM бизнесу и индустрии в целом. Для меня это лучший способ продвижения товара на рынок. А в мире, где идет кризис перепроизводства, маркетинг является главной задачей. Я уверен, что большинство из вас либо уже сталкивались с сетевым лично, либо в окружении есть люди, которые этим занимаются, либо пользуются продуктами компании сетевого маркетинга. Если взять мою историю, то отношение к сетевому у меня было крайне скептическим. Я даже не воспринимал этот бизнес всерьез, то есть для меня это был бизнес как подработок для студентов или для людей 50+. Но когда взглянул на цифры чуть-чуть глубже, я понял, что это очень большой бизнес. Возьмем компанию Avon, которая продвигается через модель сетевого маркетинга. Она создает товарооборот более 6 миллиардов долларов в год, в то время как известная нам компания Chanel всего 1 миллиард долларов в год. Что это значит? Что компания, которая создает 6 миллиардов долларов через сетевой маркетинг, выплачивает своим дистрибьюторам 2,5 миллиарда долларов ежегодно. Когда разобраться с цифрами чуть-чуть глубже, ты понимаешь весь масштаб сетевого маркетинга в целом. За 2019 год компании сетевого создали товарооборот больше 200 миллиардов долларов. Поэтому, прежде всего, предлагаю поговорить о компании. Кто такие Coral Club? Откуда взялась история? Куда мы движемся? Какие цели и принципы исповедуем? На какие вопросы вы получите ответ в данном блоке? Не поздно ли я пришел и какие мои перспективы с компанией? Могу ли я доверять компании и могу ли я инвестировать свое время? Допустим, через 10 лет, если я построю бизнес, буду ли я наслаждаться пассивным доходом вместе с Coral Club. Значит, начнем. Компания Coral Club основана в 1998 году в Канаде с основной производственной базой Америка, Япония, Франция, Германия. На сегодняшний день это официально представленная компания в 35 странах с сетью более чем 300 физических магазинов, где человек может прийти, потрогать продукт, посмотреть сертификаты и так дальше. Если взглянуть на историю создания сетевых компаний, то мы увидим следующую интересную картину. Вначале они создаются в англоязычных странах и охватывают в первую очередь их Америка, Австралия, Англия. Дальше испаноговорящие страны, такие как Мексика, Перу, Аргентина и так дальше. Потом с Англии спускаются в Европу через Францию, Германию, потом переходят в Италию, Венгрия, Польша и только потом страны бывшего СНГ, Украина, Россия. И главное, нет ни одного случая, когда развивалась ситуация в инверсионном порядке. То есть есть цель создать миллиардную компанию, которая шла бы от нас. По статистике до трех лет из рынка уйдут 50% новосозданных компаний. За 12,5 лет 95% компаний уйдут из рынка. И те компании, которые прожили на рынке больше, чем 12,5 лет, они считаются долгожителями. То есть эти компании уже будут существовать десятилетиями. Кто-то ищет постоянно хайп, ищет новые компании, ищет быстрый заработок. Заработок быстрый возможно, но никто не говорит, что возможен пассивный доход. Потому что люди ищут новые компании. У меня очень много таких знакомых, мы их называем серферы. То есть они поработали 2-3 года и ищут новую компанию, потому что та закрылась. Есть компании, которые на рынке более там 50 лет. Компания, о которых все знают. Прийти в такую компанию возможно, можно и там даже можно зарабатывать. Но говорить о больших доходах, обычно доход в 100 тысяч долларов, он создается на новых рынках. Да, там можно выйти на неплохой доход в 10-15 тысяч долларов, но о больших перспективах мы обычно говорим на новых рынках. То есть есть несколько этапов создания компании. Первый, сам процесс создания. То есть компании даже не видно, разрабатывается идея производства, сертификация, документация и так дальше, стратегия. Второй этап, этап запуск, то есть лаунж. Это когда компания выходит на рынок. На самом деле это очень сложный этап. Это занимает иногда 10-15 лет, когда готовится бесперебойная логистика, производство, платформы для обучения, дистрибьюторская сеть и так дальше. После этого этапа идет самый интересный этап. Этап экспоненциального роста. Это именно тот период, где создаются самые большие чеки, самые большие организации, самые быстрые темпы развития. И потом идет этап удержания. То есть это момент, когда о компании знают все. То есть когда компанию узнают, заданием тогда является просто удержаться на рынке и существовать очень много-много лет. Поэтому вывод простой. Лучшее время, когда надо приходить в компанию, это период экспоненциального роста, когда все создано и заданием является только набирать темпы, набирать обороты. Обычно этот период начинается с 20 лет существования компании по статистике мировой за все время существования сетевого маркетинга. Друзья, и конечно надо же понимать очень глубокие вещи, более глубокие вещи, такие как руководство, основатели компании, какие цели у них, как они реагируют на кризисные моменты, как они создают условия для прохождения проблемных моментов в бизнесе, потому что такие моменты тоже бывают. Какое взаимодействие с дистрибьюторской сетью? Одним словом, узнать это возможно только побыв с компанией несколько лет. Лично для меня вот когда-то общение с руководством компании это доступно, абсолютно человек может попасть на события, увидеть кто основал компанию, это обычные люди. И вот общение с основателями и руководством компании и повлияло на меня как прецедент начинать заниматься этим как бизнесом всерьез. Поэтому лучшее, что сейчас можно сделать, чтобы увидеть компанию изнутри, увидеть предложение изнутри, это попасть на какое-то событие ближайшее, онлайн, оффлайн, чтобы увидеть людей, услышать о чем они говорят, почувствовать этот момент. Ну и дальше давайте мы перейдем к вопросу, на чем и строится собственно бизнес, это вопрос продуктов. На сегодняшний день на рынке изобилие продуктов правильное питание. То есть все уважающиеся спортсмены, блогеры, средства массовой информации, они говорят уже даже по радиорекламе, там пейте витамины такие-то, такие-то, это улучшает здоровье. То есть сама тема здоровья, она вышла на новый уровень. Это хорошо. То есть это хорошо, потому что это показывает, что мы движемся в правильном направлении, что мы развиваемся в актуальной нише, скажем так. И причем я считаю, что следующие 5-10 лет этот вопрос будет все ярче и ярче, острее в социуме, потому что здоровье это самая важная ценность. Если его нет, никакие деньги, машины, одежда, путешествия не в удовольствие, потому что если нет здоровья, ты наслаждаться этим не можешь. Так почему же Коралл Клаб является лучшим предложением? Давайте разберемся. Для хорошего результата нужен на самом деле комплексный подход к здоровью. Употребление только одних лишь витаминов или занятия одним лишь спортом, без правильного питания и без правильного сна дают только частичный, не всегда видимый результат. По-настоящему хороших результатов и ощущений можно добиться только комплексным подходом. Как же выглядит концепция здоровья компании Коралл Клаб? Напоить организм, почистить организм и дать правильное питание. Разберем важность каждого из направлений. Напоить. На сегодняшний день уже не секрет, что мы состоим из воды и надо пить достаточное количество воды в день. И если о количестве информации много, то о качестве воды пока еще не говорят. Для того, чтобы вода нормально работала в организме, она должна быть не только в правильном количестве, но и правильного качества. Что я имею в виду? Правильная минерализация, чистота, PH воды, окислительно-восстановительный потенциал. Чем же мы можем в этом направлении помочь? Основным продуктом, с которого началась вся компания Коралл Клаб, называется Коралл Майн. Он был найден в Японии. Это минеральная композиция, в основе которой находится глубоководный коралл. Он улучшает качество воды и делает ее такой, как пьют долгожители на острове Окинава. Мы, кстати, последний раз были на острове Окинава в Японии. Таксист, который нас вел, ему было 87 лет. И мы понимаем, что это рекордсмен. То есть остров Окинава является рекордсменом мировым по количеству долгожителей. Соответственно, человек в любой точке мира имеет возможность пить такую же воду, как островитяне в Японии на острове Окинава. Для меня это на сегодняшний день продукт Локомотив. Это то, с чего начинается подход к здоровью. Правильная вода. Лично я ей пользуюсь 17 лет, и мои дети пьют ее с первого дня рождения. Это маленький пакетик, который рассчитан на полтора литра воды. И в любой точке мира человек имеет доступ к идеальной воде. Этот продукт называется Коралл Майн. С него, грубо говоря, и начинается правильный подход к организму. Именно так мы и занимаемся разжижением и нормализацией водного баланса организма. Второе направление. Почистить. Почему об этом сейчас идет речь? 100 лет назад я согласен. О чистках организма никто не говорил. Да и не было потребности. То есть наши предки, они питались другими продуктами. Они жили в другой экологии и вели более активный способ жизни. Да, организм это система, которая самоочищается. Все мы это прекрасно знаем. Но при одном маленьком условии. Если она существует в идеальных условиях. То есть если она питается органикой, потому что слово организм от слова органика, он может усвоить, переварить и вывести только органику. А на самом деле, если проанализировать наш вчерашний день, последнюю неделю, мы питаемся не совсем правильно. То есть мы питаемся совсем неправильно. И в нашем рационе очень много неорганики, которая, к сожалению, не переваривается нашим организмом. И соответственно у нас проблемы с кожей, головными болями, отсутствие энергии. И мы не знаем, откуда это все берется. После того, как мы создали нормальный водный баланс, разжижили кровь, нашим заданием является почистить организм перед третьим этапом. Перед тем, как давать ему что-то полезное. Обычно люди об этом забывают. И это насколько масштабный вопрос. Компания создала несколько пэков для того, чтобы помочь организму почиститься. Первым из которых является набор, который называется Coral Detox. Он состоит из четырех продуктов. Коралмайна, о котором мы упомянули, на канале выше, ассимилятор, растительные ферменты, лецитин и H500. Один из самых мощных антиоксидантов в мире. Она длится месяц. Хотя мы ее пьем на постоянной основе. Этот продукт у меня из дома не выходит. То есть программа Coral Detox является самой популярной программой, с которой люди начинают знакомиться с компанией Coral Club, потому что она несет за собой комплексный результат. Она улучшает пищеварение, она разжижает кровь, плюс она выводит жиры и водорощенные токсины с организмом. Вторая программа Parashilt. Опыт предков и современные технологии в одной упаковке. То есть Parashilt, грубо говоря, это антипаразитарная программа. Почему и зачем чистить организм и помогать ему чиститься от паразитов? Возьмем пример, у кого есть животные. Вот вспоминайте. Когда мы идем в ветеринарную клинику, ну, например, у моего собаки там не блестит шерсть. Он же не говорит, давайте поменяем шампунь, либо давайте дадим там хороший корм. Вначале он спрашивает, когда вы последний раз сделали антипаразитарную программу. И это очень логично, потому что все процессы, они начинаются внутри, а снаружи это только последствия. И когда в организме есть избыток паразитарного фона, то все полезные вещества, которые мы даем, в первую очередь кушают они, а только потом мы. То есть главным заданием является убрать паразитарный фон и продукты их жизнедеятельности, что тоже плохо влияет на организм. Соответственно, на помощь приходит такая программа, как Parashilt, она длится месяц, там должна быть строгая диета. Но забрать этот этап, в принципе, невозможно, потому что говорить о правильном функционировании организма, кишечно-желудочном тракте, если там есть паразиты, мы, к сожалению, не можем. И третья программа, она называется Calavada. Это речь идет уже о кишечнике. Кишечник является очень важным органом в организме. Почему? Потому что именно там происходит усвоение всех полезных веществ с продуктов питания и воды в том числе. И если кишечник не работает нормально, мы можем пить витамины тоннами, мы не будем чувствовать результата, потому что нарушены процессы обмена, процессы усвоения. Calavada была разработана ученым Альбертом Зером, канадский ученый, который работал над ней более 30 лет, и она длится 14 дней. Это полностью натуральные растительные продукты, которые помогают организму очищаться. Но самым главным компонентом Calavada является коктейль с белой коалиновой глиной. Он впитывает, забирает на себя все со стенок кишечника и выводит из организма. После Calavada человек как будто после перезагрузки, он теряет лишние килограммы, у него возобновляется нормальное пищеварение, у него появляется легкость. И в принципе, после вот такого концептуального подхода человек чувствует себя совсем по-другому. И вот когда только мы почистили организм, только тогда мы можем говорить о правильном питании. В современном мире, как бы это сейчас ни звучало, люди умирают от голода. Я говорю сейчас не о странах третьего мира, я сейчас говорю о голоде клеток. То есть клетки ежедневно недополучают очень много полезных веществ. Потому что если взять в сравнении продукты питания лет 50 назад и сейчас, то в той же самой морковке, шпинате, яблоках в разы меньше железа, бета-каротина и так дальше. Потому что грунты теряют свой потенциал. Пищевая индустрия принимает все больше и больше всяких маневров и приемов для того, чтобы продукты росли быстрее, выглядели красивее, но никто не заботится о насыщенности. Поэтому в современном мире мы недополучаем очень много полезных веществ ежедневно. И я очень надеюсь на то, что в скором времени врачи начнут лечить не болезни, что является следствием, а причину болезни. То есть дефицит цинка, селена и так дальше. Поэтому правильное питание, оно должно идти после двух первых этапов и тоже должно быть правильным. И БАДы это самый простой способ в современном мире получить все необходимое, что нужно для организма. То есть современные проблемы требуют современных решений. И витамины, минеральные комплексы, то, к чему раньше относились с опаской, на сегодняшний день стали продуктом, который must have. То есть он должен быть в домах у каждого человека. И чтобы это было удобно, компания разработала несколько пэков. Помните, я говорил, что компания взяла за концепцию, за принцип создавать удобные, результативные, понятные продукты для каждодневного употребления. Так вот, пэки, они очень удобные. То есть человек берет один пэк, и он понимает, что там все продукты в комплексе, которые работают лучше всего, именно в таком сочетании. Значит, их много на самом деле. Здоровый кишечник, это работа кишечника и все полезные вещества в этом направлении. Mental Force, моя любимая программа для улучшения кровообращения и работы головного мозга. Immunity пэк и так дальше. И вот когда мы так подходим к организму, мы можем рассчитывать на улучшение самочувствия. То есть человек, который движется такой концепцией, для него бодрость, энергичность, нормальный сон становятся привычным состоянием. А не постоянная усталость, проблемы с кожей, недосып и так дальше. Поэтому только в концептуальном комплексном подходе кроется результат. Именно этим занимаемся мы. Именно этим занимается компания Coral Club. И сейчас хотелось бы поговорить о продукте с точки зрения бизнеса. Как на нем строится бизнес, какие его преимущества и почему именно этот продукт на сегодняшний день стал настолько популярным и настолько легок в продвижении. Что влияет на создание товарооборота? Первое. Целевая аудитория. Возьмем, к примеру, 100% населения. И проанализируем. Кому нужна на сегодняшний день, например, косметика, помада? Она нужна обычно женщинам от 15 до 60 лет. Ну, и иногда мужчинам, да? Но на самом деле преимущественно это женщины в этом диапазоне. Кому нужно детское питание, либо там продукты, программное обеспечение, рыбалка и так дальше. И вот главное, что надо понимать, чем шире целевая аудитория, тем больше перспектива именно в этого продукта. Второй момент. Частота употребляемости. То есть, насколько часто человек пользуется этим продуктом. Потому что тоже можно разделить на несколько групп. Есть вечный продукт. Например, посуда. Человек покупает посуду. Когда ему в следующий раз надо покупать посуду? Через 100 лет. Да, и то сомневаюсь, потому что она переходит в наследствие от родителей. Соответственно, если я дистрибьютор компании, которая продает посуду, для меня клиент обычно является единоразовым. Есть продукты долгоиграющие. Такие, как техника какая-то. Она целый год и пользуешься, и обновляешь ее раз в год, раз в два года. А есть часто употребляемые продукты. И вот чем чаще наш продукт нужен человеку, тем чаще у нас создается товарооборот, тем чаще мы получаем прибыль. Третий момент. Эксклюзивность. То есть, есть ли на рынке аналоги, и может ли мой клиент пойти к моему конкуренту за таким же продуктом. На самом деле, эксклюзивным продуктом у нас является концепция здоровья. И такого нет нигде в мире. Такого подхода и такого исполнения. Дальше. Результативность. Мне очень важно понимать, будет ли мой клиент получать такой результат, чтобы делиться этим результатом со своими друзьями, не понимая финансовой выгоды. Вот о чем я сейчас говорю. То есть, все говорят о качестве. Качество должно быть такого уровня, чтобы мой клиент хотел рассказывать о продукте, не понимая финансовой выгоды. И последнее, это должна быть некая концепция. То есть, некая единая философия продвижения продукта, которая идет от компании к дистрибьюторам. То есть, моим партнерам должно быть понятно, как продвигать этот продукт. Пять факторов, которые влияют глобально на товарооборот. И, конечно, должен быть продукт, локомотив, продукт, который открывает двери. И для меня это продукт, который называется Гидромакс. Туда входит Коралмайя, на котором мы говорили, H500 и Пентакан. Это уникальный комплекс для нормализации водного баланса в организме. 100% населения является нашей целевой аудиторией. От ребенка до самого старого человека. Результат через неделю, три недели человек чувствует такой результат, что о нем сложно не говорить. То есть, нормализируется сон, больше энергии, нормальное пищеварение. Используется каждый месяц. А точнее, каждый день человек пользуется этим продуктом. Соответственно, если мы говорим о продукте, как о бизнес-инструменте, я не встречал ничего лучше, ничего круче, ничего масштабнее. С возможностью простраивать организацию во многих странах дистанционно. Об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим. С чего стоит начинать знакомство с компанией и взаимодействие с компанией? Уже прям взаимодействие. Это с продуктом. То есть, в первую очередь, попробовать продукт на себе. Если меня спрашивают, а можно ли не пользоваться продуктом? Я всегда отвечаю, знаешь, скорее всего, этот бизнес не для тебя. То есть, ты не понял идею, ты не понял продукт, как ты можешь продвигать то, от чего у тебя не горят глаза. То есть, здесь, мне кажется, понятно, у предпринимателей такие мысли не возникают. Это обычно вопрос от молодежи. На самом деле, даже можно это расценивать как инвестицию в бизнес. Я попробую продукт. Чем ярче у меня эмоции, чем ярче у меня результат, тем легче мне будет эту идею продвигать и рассказывать об этом людям. Правильно? Второе, это попасть на какое-то событие обучающее, внутреннее событие, чтобы увидеть принципы, идеи, цели, инструменты изнутри. В принципе, дальше, если вы понимаете, что да, мне это интересно, я хочу начинать, стоит разбираться уже с маркетинг-планом, с системой построения бизнеса и так дальше. Итак, с компанией и продуктом разобрались, а сейчас о бизнесе. На что можно рассчитывать, от чего зависит результат, для кого подходит этот бизнес и, если хотите прямо, для кого он не подходит. Ведь мы реально не питаем иллюзией, что все люди должны заниматься одним делом. Мы ищем людей со схожими ценностями и целями для того, чтобы двигаться дальше. Оттолкнемся от того, о чем говорили в самом начале. Компания для нас с вами является партнером. То есть, речь идет о предпринимательской деятельности, не о работе за зарплату, это не наемный труд и так далее. И результат будет зависеть от нас и от созданного товарооборота. Как это выглядит? Есть компания со всей своей инфраструктурой. Производство, продукт, логистика, сайт, бухгалтерия. В общем, все вот эти громоздкие процессы уже реализованы. Наша задача это создание товарооборота на готовой сети. Совсем простым языком, наша задача сделать так, чтобы люди в мире об этом узнали и сами пользовались продуктом через готовую инфраструктуру. Говоря про амбиции, мы говорим про 1% людей, которые в мире будут этим пользоваться. Да, есть желание намного больше, но мы адекватно оцениваем свои силы и понимаем, что да, не все люди смогут оценить эту идею. 1% людей это 80 миллионов человек. Представьте себе, если человек будет пользоваться продуктом хотя бы на 1 доллар в день, о каких товарооборотах сейчас идет речь? Итак, давайте обо всем по порядку. Первое, есть компания и есть потенциальный рынок, люди, которым будет интересно это направление. Наша задача найти людей, оформить дисконт для начала себе, при этом не вкладывая деньги, без каких-либо обязательств. Как дисконт в обычном супермаркете. Я уверен, у каждого из нас есть куча дисконтных карточек, которыми пользуемся. И дальше задача найти людей. Из своего 13-летнего опыта, уверенно могу сказать, что сегодня намного проще говорить с людьми о теме здоровья и намного больше спрос. То, что я создавал на протяжении 9 лет, за последние 2,5 года, мой товарооборот и мой бизнес вырос более чем в 5 раз. Учитывая, что я последние 2 года не был на 100% в бизнесе. У меня родилась дочка, я достраивал дом и это работало фактически автоматически, потому что людям нравится продукт и они об этом рассказывали дальше. Давайте проведем аналогию с привычным линейным бизнесом. Когда мы принимаем решение открыть свое собственное дело, мы вкладываем деньги, естественно. Дальше помещение, если необходимо, сайт, продукт либо производство. И после этого, конечно же, мы занимаемся организацией маркетинга. То есть наша задача сделать так, чтобы о нашем продукте узнали. И мы используем любые способы для продвижения. И получаем процент с товарооборота, который по сути еще не является нашим. Первая точка – это точка безубыточности. Вторая точка – окупаемости. Третья – это чистая прибыль, так называемая, параллельно с реинвестициями. Если ты не вкладываешь бизнес, твой бизнес закрывается. Если сегодня посмотреть официальную статистику, это более 90% людей, которые не преуспевают в предпринимательстве, меняют нишу и так далее. Это нормально для обычного бизнеса. Я понимаю огромное количество людей, которые понимают, что да, что-то надо менять, работая на работе. Но так и не делают шаг в сторону бизнеса, понимая, что за ним может следовать. Это огромные риски и часто огромные проблемы. Итак, как это выглядит в нашем случае? Когда у нас появляется хотя бы 10-15 клиентов, которым интересна тема продукта, они также оформляют дисконт и сами берут продукт, внимание, по той же самой цене, в том же самом месте, где и мы. Для людей, для которых неприемлемы так называемые розничные продажи, я реально знаю очень много таких, этот путь и сам формат продвижения идеи и бизнеса, он очень комфортен. Потому что сама компания осуществляет продажу, доставку, логистику и так далее. Наша задача просто найти людей, которым это направление будет интересно. При этом все мы не ограничены методами и способами продвижения. При товарообороте порядка 1000 долларов, 20% с товарооборота, это доход в 200 долларов. Давайте так, конечно же, это еще не деньги, однозначно. Даже если это сделать за несколько недель. Но, честно говоря, когда я открывал свой первый бизнес, со всеми их проблемами, с вложением денег, с огромными процентами от кредитов, 200 долларов, когда я начал получать здесь, у меня был параллельный этот процесс, для меня это были уже деньги. Ну, я уверен, как и для очень многих людей. Или, как минимум, это просто бесплатный продукт для себя. И, по большому счету, просто работая с клиентской базой, можно зарабатывать от 200 до 1000 долларов. По большому счету, в принципе, не развивая бизнес. Второй вопрос. Знаете ли вы людей, которые говорят, MLM бизнес – это не мое. Ну, и фактически этой фразой, как будто все компании под одну гребенку. Для меня это равнозначно тому, что человек сел, прокуренное такси, дешевую машину, выходит и говорит, я больше никогда не буду ездить на такси или на машине. Но это ведь абсурд. Есть разные компании. Реально, где-то нужно продавать, где-то нужно вкладывать деньги и с огромными рисками. Где-то тебе нужно навязываться, выполнять определенные нормы и так далее. А где-то тебе реально комфортно. И вот это огромная разница. В нашем случае, для людей, которые говорят, бизнес – это не мое, я никогда этим заниматься не буду, для них это очень комфортно. Это как социальный маркетинг. Из 500 директоров моей организации, большая половина не имеет отношения к этому как к бизнесу. Они просто делятся тем, что им понравилось, то, чем они и так занимаются всю свою жизнь, дают рекомендацию и при этом имеют нормальный дополнительный доход. Итак, это первая опция – квалификация директор. Идем дальше. Задача любого бизнеса – это масштабирование. Возьмем на примере кофеинь. Предположим, что одна способна реализовывать в единицу времени 100 чашек кофе. И больше она физически не может. И если мы хотим 1000, нам нужно 10 кофеинь. 10 тысяч – 100 кофеинь и так далее. Именно по этому принципу масштабируется сеть кофеинь Starbucks, которые делают товарооборот 25 миллиардов долларов за год и 29 тысяч торговых точек. То есть каждая кофейня на себе сосредотачивает небольшой товарооборот. Точно такая же модель бизнеса работает в нашем случае. Только весь товарооборот сосредоточен вокруг людей. То есть 10-15 клиентов, 20-30, по-разному бывает. Вокруг каждого из человека. И тем самым создается огромный товарооборот. В этом и суть нашего посыла. И сейчас цель этого видео – отобрать людей, с которыми мы будем этот бизнес дальше масштабировать. Хочу сакцентировать внимание на слове «отобрать». Не уговорить, не убедить, чтобы только человек пришел. Кстати говоря, одно из самых больших проблем в MLM бизнесе – это то, что люди обещают, что это легкий, классный бизнес, где абсолютно ничего делать не нужно. Приходи, и завтра у тебя вся жизнь изменится. То есть пустые обещания. Вот что портит репутацию этого бизнеса. Это точно такой же бизнес, где нужно создавать товарооборот, обучаться, уделять этому время и так далее. Если говорить обо мне, то у меня произошел переломный момент в 17 лет, когда у меня состоялась беседа с моим папой на тему будущего. На тот момент я учился в налоговой академии в Киеве. Красный диплом и одноименная перспектива. На его вопрос «Как я вижу свою жизнь через 5-10 лет?» я начал рассказывать, ну как обычно, работа, зарплата и так далее. Он перефразировал. Он говорит «Сань, как ты будешь жить через 5 лет? Какой у тебя будет доход? Где ты будешь жить? Качество твоей жизни?» И в следующий раз, когда я проходил практику в налоговой инспекции, я уже смотрел не просто, понравится ли мне эта работа, а я смотрел на людей и я понимал, вот это я через 10 лет. Я зарабатываю 1000 долларов, ну по-разному, но чаще всего именно об этом доходе идет речь. 1000 долларов я откладываю на свою квартиру 30 лет. Я собираю на отпуск. Для меня стресс, я не знаю, поменять резину на машине и так далее, и так далее. Я очень быстро принял решение, что это не мой путь. И после этого у меня сложился такой образ, что этот бизнес нужно абсолютно каждому человеку, ведь реально возможностей сегодня не так уж и много. Но на мое удивление, не все пошли за мной, точнее никто из моих друзей. И первая нормальная цель, я уверен у многих из вас, она скорее всего возникала, либо возникнет, доказать. Спустя несколько лет я приехал к одному из своих друзей на встречу на машине стоимостью 60 тысяч долларов с салона. Для меня это была прям покупка на тот момент всей моей жизни. И реально я объективно понимаю, и он это понимает, что ему не светит подобная перспектива. У него зарплата, работа и так далее. Я задаю ему вопрос, говорю, слушай, ну давай так, ты мне в принципе для бизнеса уже не нужен, я состоялся, у меня все замечательно. Удовлетвори мое любопытство, почему ты за мной не пошел? И он ответил гениальную вещь, он говорит, Сань, для того, чтобы иметь то, что ты имеешь, нужно напрягаться. Там обучаться, события разные, выходить из зоны комфорта так называемой. А меня все устраивает. Да, у меня небольшой доход, у меня нехватка ресурсов, но меня это устраивает. И в этот момент я осознал, что мне не нужны все люди. Мне нужны люди с амбициями и с целями. Только с ними я могу масштабироваться и развиваться. И бессмысленно кого-то уговаривать и тянуть. Ведь здесь нету вложений денег и вообще бессмысленно. Это формат подобной деятельности. Именно поэтому мы сегодня записываем видео с целью найти партнеров, с которыми мы будем этот бизнес масштабировать. Итак, наша задача найти несколько человек. К моменту, когда мой товароборот перевалил отметку 500 тысяч долларов в месяц, больше 6 миллионов в год. Весь этот бизнес создавало несколько человек, которых я нашел. И через систему мы этот бизнес вместе с ними масштабировали. Но самое главное, что есть в системе, это система событий, которые проходят раз в несколько месяцев, где 1-2 дня погружение в атмосферу, получение знаний и так далее. Заменяют человеку, наверное, до полугода самостоятельного обучения. То есть все, что я делал. Представьте себе, вот эта фотография, это момент, когда я пришел в этот бизнес. Без опыта, без знаний, без понимания, как это происходит. Ну и естественно, я не обладал так называемой харизмой, чтобы увечь за собой людей. И вы понимаете, что если у него получилось, ну вопрос такой риторический, да? Получится ли это у других? Конечно же. Так вот, все, что я делал, когда у меня появлялись люди, которые проявляли интерес, я говорил, поехали со мной на события. Попадая туда, у них было целое понимание, как этот бизнес развивается. И они просто повторяли систему. Представьте себе, мы нашли 3 человека, через систему событий передали знания и навыки. У каждого 10-15 семей, создается товарооборот. 10% с этого товарооборота и есть ваш доход. То есть на этом этапе это порядка 400-500 долларов. Тоже, наверное, еще не деньги. Но давайте честно, знаете ли вы людей, которые работают за эти деньги по 8 часов в неделю на протяжении десятилетий, не имея какой-либо перспективы? Я даже не говорю про пенсию. Конечно же да. В нашем случае это доход, который возможен уже в первые недели или в первые месяцы. Что давайте так, для начала неплохо. На следующем этапе ваши партнеры, используя систему событий, сделали то же самое. На этом уровне 9 человек. Создается товарооборот у каждого в районе 1000 долларов. 8% с этого товарооборота и чек на этом этапе 1000 долларов. Давайте рассуждаем на тему, что такое 1000 долларов. Когда я общаюсь с огромным количеством предпринимателей, да, я понимаю, что у них есть капитализация, у них есть обороты, у них есть бизнес. Но я задаю вопрос, а какую сумму ты можешь извлечь на жизнь? Вот реально из оборота, из бизнеса. И как правило, эти суммы колеблятся в пределах 1000-2000 долларов. В нашем случае 1000 долларов это живые деньги, на которые можно рассчитывать уже там в первые месяцы, ну или же до года, да, если мы выбрали для себя небыстрый путь развития. И следующий этап, на нем я остановлюсь отдельно. Это когда ваши партнеры сделали то же самое. И вокруг каждого сформировался небольшой товарооборот из 10-15 семей. На этом этапе доход будет порядка 2000 долларов. Самый быстрый темп, за который у меня делали мои партнеры, это 5 месяцев. Я это сделал за 2,5 года. Ну, это моя история, и тут, как говорится, ничего не перепишешь. Но вспомните, каким я пришел, сколько мне нужно было в себе менять и так далее, чтобы прийти к этому результату. Но давайте честно, для парня 21 года, 2000 долларов чистыми на руки, деньги это сегодня или нет, я себя чувствовал более чем. На первые свои чеки я начал откладывать машину, первая машина была Nissan Qashqai. Пускай трехлетняя, пускай не новая, но я себя чувствовал реально совершенно на другом качестве жизни. У меня это произошло вот за такой период. Сегодня у нас в компании существует автобонус и программа бонуса недвижимости. То есть с этого дохода вы можете рассчитывать на машину, либо свое собственное жилье. Но об этом подробнее вы уже спросите у людей, которые дали вам эту информацию. Идем дальше. А вот следующий этап, это же уровень, о котором можно говорить, как о пассивном доходе. На следующем этапе ваши партнеры, которые пришли вначале, они вышли на свой доход. У них уже свой чек, своя организация, своя команда. На этом этапе ваш чек 7000 долларов. И давайте так, я даже не спрашиваю, деньги ли это для вас. Это деньги для абсолютно любого человека. Особенно учитывая, что этот товарооборот не завязан на вас. Люди сами пользуются продуктом через готовую сеть по всему миру. Просто организовали однажды процесс. И сегодня, проводя аналогию с прошлым, когда меня спрашивали или говорили точнее, Саша, это все не серьезно, этот бизнес не работает. Вы понимаете, сегодня никто это уже не говорит, естественно. Но когда это происходило, я всегда задавал встречный вопрос. Говорю, слушай, ты говоришь, что это не серьезно, а покажи мне серьезный бизнес. Когда мне говорили, слушай, это нелегко, а покажи мне легкий бизнес, где абсолютно элементарно можно выйти на доход в 7000 долларов и более. Когда мне кто-то говорил, что не у всех получится, я тоже самое спрашивал. А покажи мне бизнес, где у всех получится. Поэтому это вопрос однозначно принятого решения, вопрос отношения к этому бизнесу, ну и естественно времени. И давайте так, 7000 долларов это по-настоящему серьезные деньги. А когда я общаюсь с предпринимателями, я задаю несколько вопросов. Первый вопрос. Можешь ли ты, не вкладывая оборотных средств, масштабировать свой бизнес и увеличить его в несколько раз за год? Второй вопрос. Если ты сегодня выключишь свой мобильный телефон, хотя бы на несколько месяцев, какая вероятность того, что ты сохранишь свой бизнес? И третий. Можешь ли ты свой бизнес масштабировать и вывести его за пределы своего города, страны прямо сейчас? На все три вопроса очень часто мне отвечают нет. Я могу ответить утвердительно. Более того, если мы говорим о масштабировании, просто представьте себе, когда уже есть клиентская сеть, ну предположим, тысяча человек, и люди реально довольны продуктом. Кстати говоря, это главный фундамент нашего бизнеса. Если бы людям не нравилось, все остальное не имело бы никакого смысла. 96% людей, которые обладают дисконтами у нас в компании, у меня в команде в частности, это просто потребители, которые обеспечивают стабильность и устойчивость бизнесу. Так вот представьте, тысяча довольных клиентов, которые дадут всего лишь одну рекомендацию, предположим, в течение месяца, сделает так, что у меня в организации будет 2000 человек. А из двух четыре, а из четырех восемь. Вот сама суть масштабирования этого дела через готовую сеть магазинов. И давайте пару слов о масштабе и о перспективе, которая есть у каждого из нас. Вы помните, мы говорили о том, что сегодня рынок реально пустой. Так вот, когда ко мне пришел один из моих партнеров, его зовут Дмитрий, он в течение жизни занимал серьезные должности, а зарабатывал серьезные деньги. И он мне задал очень простой вопрос. Он говорит, Сань, ты понимаешь, я не могу экспериментировать и играться в игрушки. На мне семья и расходная часть от трех до пяти тысяч евро. Как быстро я смогу эти деньги здесь заработать и какая вообще перспектива? А он на тот момент переезжал в Словакию. И мы взяли с ним Словакию как рынок. Всего лишь один рынок. Вы возьмите свой рынок, свою страну, ну или даже в целом континент. Мы взяли в Словакии 5 миллионов человек. Предположили, что хотя бы полпроцента людей будут пользоваться этим продуктом. Один из двух ста, абсолютно реальная цель. Это 25 тысяч человек. Каждый человек хотя бы на один доллар пользуется продуктом в магазине. Кто-то больше, меньше, усредняем. Это товарооборот 750 тысяч долларов в месяц. 5% с этого товарооборота это доход 37 тысяч 500 долларов. Вот вам перспектива только на одном из рынков. А теперь представьте, 600 миллионов европейцев, более 300 миллионов человек, которые говорят на русском языке и пустой рынок. И мы с вами получаем одну из самых перспективных идей, которая есть в принципе сегодня в мире. Задача разобраться, как этот бизнес работает. И именно об этом, с чего начинать, пошаговая система, алгоритм. И пойдет речь дальше. Бизнесмен строит систему, а система строит бизнес. Вдумайтесь в это выражение, как раз сейчас об этом поговорим. Вы знаете, я четко понимаю, почему большинство людей так и не доходит до создания собственного дела. И да, в большинстве проблема не в том, что нет знаний, либо денег, либо еще каких-то ресурсов. Самая большая проблема в том, что мы не знаем, что конкретно делать. Хорошо, деньги я нашел, куда их вложить, кому нести, идею придумал, а что теперь с ней делать, с кем поделиться, как реализовать. Представьте себе, каждый день в Google приходит более полмиллиона запросов на тему бизнес-план. То есть люди реально ищут конкретику и в большинстве случаев ее не находят. А что вы скажете, если я покажу вам другой путь, где не нужно ничего создавать, все уже создано. Есть четкая система, пошаговый алгоритм действий, есть карта, которая ведет с точки А в точку Б, есть навигатор. И на всем этом пути есть человек, который реально поможет пройти этот путь. Четкий, понятный, легко дублицированный путь к успеху. Что скажете на это? Вы знаете, возможно, в силу своего небольшого жизненного опыта, я и не видел всего того, что создали люди в бизнесе для достижения успеха. Но из того, что я знаю, а поверьте, я знаю немало, благодаря и наемной работе, и опыту предпринимательства, я не нашел ничего более конкретного, чем то, что создали мы. Это действительно секрет и огромные преимущества нашей команды. Абсолютно каждый человек знает такую марку машины, как Volkswagen. А представьте себе, в год с конвейера этого автоконцерна сходит более 800 тысяч машин. Это практически 100 машин в час. На заводе работает более 60 тысяч людей. Как вы считаете, можно такой бизнес построить на импровизации, либо хаотических действиях? Риторический вопрос, это невозможно. Именно благодаря системе, которая работает как часевой механизм, где каждая шестерня на своем месте, это работает и приносит миллиарды долларов прибыли. Вот что значит выражение «бизнесмен строит систему, а система строит бизнес». И эта система у нас есть. И ее главная цель – это уравнять шансы. Я пришел в это дело в 20 лет. У меня нет опыта предпринимательства и сетевого маркетинга. У меня нет богатых родителей, либо знакомых, которые могли бы мне чем-то помочь. До того же я сомневался во всем. Я сомневался в компании, сомневался в продукте, в том, что мне говорят. И больше всего сомневался в себе. Получится ли у меня? Смогу ли я создать команду, построить бизнес? И только благодаря системе я это сделал и получил результат. Я уверен, что это видео смотрят разного уровня люди. Возможно, вы студент, возможно, врач, возможно, официант, а возможно, успешный предприниматель, либо большого уровня юрист. Независимо от вашей стартовой позиции, абсолютно у каждого есть возможность пройти, опять же, четким, понятным, легкодублицированным путем и достичь успеха. И задание как раз в том, чтобы вы этот результат получили и эти знания смогли дальше передать другим людям. Так как и мы когда-то это прошли, а сейчас обучаем своих партнеров. Хорошо, я думаю, здесь все понятно. Идем дальше. Сейчас конкретно покажу систему. Конечно, сильно углубляться не буду, так как после просмотра этого видео мы вам сбросим канал, где эти шаги будут подробно расписаны в формате видеоконтента, книгами и разного типа материалами. Но то, что вам нужно сделать после нашего общения, вы поймете. Система состоит из 9 шагов и делится на 2 части. Первых 4 и 5 следующих. Опять же, что конкретно вам нужно сделать после нашего общения, с чего начнется ваше развитие, это как раз первых 4 шага. И давайте подробно о каждом. Первый шаг – это регистрация. Человек, с которым вы общаетесь на эту тему, сбросит вам ссылку на регистрацию, и вы по ее пройдете. Это делается 2 минуты и абсолютно ни к чему не обязывает. Что вы получаете после регистрации? Первое. Личный клубный номер и 20% скидку на весь ассортимент продукта. Второе. Личный кабинет, где вы можете отслеживать всю информацию касательно вашего развития. Отчет, рост товара оборота и многое другое. И третье. У вас появляется возможность регистрировать других потенциальных потребителей, либо партнеров. Опять же, это делается 2 минуты и абсолютно несложно. Поэтому первый шаг – это регистрация. Второй шаг – это продукт. Вам нужно заказать на сайте, либо пойти в офлайн-магазин и приобрести продукт для личного использования. Если у вас есть вопрос, можно ли заниматься этим бизнесом, не пользуясь продуктом, то ответ очевидный, конечно же, нет. Понимаете, мы действительно говорим о построении многомиллионного бизнеса, где огромная сеть потребителей по всему миру. Это то, что ранее Александр говорил. Невозможно это создать, если в это не верить. А что такое вера? Вера – это эмоция. А эмоция – это ощущение. В нашем случае от потребления продукта. Поэтому нужно четко понимать, что вы собираетесь продвигать. Это не тот бизнес, где нужно что-то кому-то упарить, либо продать. Это не тот бизнес, где собственник завода колбасы своим детям даже понюхать ее не дает, потому что там все, кроме мяса. Это бизнес с человеческим лицом. Здесь важно ваше отношение. И от вас это будет ощущаться 100%. Что касается конкретного выбора продукта, то здесь дело уже за вами. Конечно, с нашей стороны есть базовые рекомендации, с чего лучше начать для того, чтобы получить хороший, видимый, быстрый результат. Но как таких обязательств нет. Пользуйтесь тем, что вам нравится. Поэтому второй шаг – это личное пользование продуктом. Третий шаг – это обучение. Задам вам вопрос. Вы считаете себя обучаемым человеком? Что значит обучаемым? Это умение принять и применять полученные знания. Друзья, сетевой маркетинг – это профессия, которая требует профессиональных навыков. Умение общаться и правильно доносить информацию. Умение строить команды и микроклимат внутри этих команд. Это очень важно. В большинстве из вас нет этих качеств. Но это не важно. Почему? Потому что мы со своей стороны готовы полностью обучать. Все навыки и таланты, которые нужны для достижения поставленных целей, мы передадим. Ваше задание – принять это и применять на практике. На этом уровне у нас две вещи. Первое – это книга, которую нужно прочесть. И второе – это фильм о сетевом маркетинге, который обязательно нужно просмотреть. Где изучив эту информацию, вы намного глубже посмотрите на масштаб сетевого маркетинга. Факты, истории, примеры, которые показывают сетевой, как одну из самых быстро развивающихся индустрии в мире. Это то, что позволит ответить на все ваши вопросы и позволит принять правильное решение, осознанное решение. Поэтому третий шаг – это обучение прочесть книгу и просмотреть фильм. И четвертый шаг – это события. Зарегистрироваться на ближайшие события команды. И да, друзья, это условия. Опять же, мы говорим о большом бизнесе. И если речь идет о успехе, его можно достичь только с людьми, у которых такие же цели и такие же часовые рамки по достижению этих целей. Невозможно это достичь в одиночку. Помните, Александр ранее говорил о том, что для того, чтобы достичь успеха, вам нужно 3-5 человек, которые в перспективе станут для вас ключевыми партнерами. Так вот, самым простым способом отобрать, проявить этих людей – это участие в мероприятиях. Раз в 2 месяца у нас проходит разного масштаба события. От 100 человек до нескольких тысяч. И я считаю, это секрет бизнеса. Почему? Большинство людей, которые начинают заниматься сетевым и разбираться в этом, у них обтекаемое понимание этого бизнеса. И для того, чтобы на 100% принять для себя решение, хочу ли я этим заниматься или нет, и если да, то насколько серьезно, мне нужно увидеть это все с середины. А что значит с середины? Это значит побыть в окружении. Представьте себе, вы попадаете на события, где видите людей, которые занимаются этим более 5 лет, более 10, которые зарабатывают более 10, более 20 тысяч долларов в месяц. Также вы видите новичков, которые так же, как и вы, приехали разобраться. Вы 100% зададите себе вопрос. Попути ли мне с этими людьми? Хочу ли я так же? Совпадает моя жизненная позиция с жизненной позицией этих людей? Я считаю, что это самое важное в принятии решения. Не так важно, чем заняться, как кто с кем это делать. Я помню, как сегодня, когда я принял участие в первом своем событии, для меня это стал ключевым фактором успеха. Потому что я понял, что если это сделали эти люди, то 100% я пройду этот путь. Студент, мама в декрете, просто работающий человек. Если у них получилось, тогда почему у меня не произойдет то же самое? Плюс это огромное количество знаний, то есть обучение. Где вы опять же за день, либо два, в зависимости от конкретного события, получаете такое количество знаний, которые не получите, прочитав десятки книг и просмотрев сотни видео. Для меня опять же это ключевой фактор развития в этом деле. Но и самое важное, это энергия и эмоция. Это вот та движущаяся сила, которая позволяет реально двигаться вне зависимости от внешних обстоятельств. Это как на концерт пойти. Почему люди это делают, если можно это все просмотреть в дома по телевизору? Потому что невозможно передать. Окружение имеет огромное влияние. И как раз его можно получить на события. Именно поэтому популярны так тренинги, курсы поднятия и квалификаций и в конце концов тренировочные сборы, где реально спортсмены на день, неделю, две недели абстрагируются и четко фокусируются на подготовке к соревнованиям. Это то же самое. Обязательно узнайте у человека, с которым вы работаете информацию о ближайшем событии и приняйте в нем участие. Кстати, там и познакомимся лично. Вот первых 4 шага. Вам нужно зарегистрироваться, начать пользоваться продуктом, пройти базовое обучение, то есть прочитать книгу, просмотреть фильм и принять участие в ближайшем мероприятии. Когда вы сделаете этих 4 шага, мы с вами будем двигаться дальше. Моя вам рекомендация не тянуть, потому что внутри этих шагов информация на 3, а дефис 4 часа. То есть достаточно быстро ее можно отработать. И что у нас дальше? А дальше мы будем двигаться по системе. Пятый шаг. Цели и планирование. То есть мы с вами детально проработаем ваши цели и пропишем четкий план достижения на ежедневной основе. Вы будете четко понимать, со сколькими людьми вам сегодня нужно пообщаться, чтобы, например, через полгода выйти на доход у 2000 долларов. Шестой шаг. Поиск потенциальных клиентов либо потребителей. Здесь мы проработаем несколько источников. Например, ваше окружение. Но 100% в окружении есть люди, которые интересуются темой здоровья либо построения бизнеса. Например, позиционирование в соцсетях, умение создать контент-план, определиться с целевой аудиторией, создать трафик. Этому всему мы обучаем. Именно поэтому эти шаги мы будем делать вместе. Седьмой шаг. Приглашение на встречу. Мы на молекулы разберем эту тему. Как правильно пригласить, на какие вопросы ответить, как подать информацию. То есть вы четко будете понимать эти вещи. Восьмой шаг. Проведение встречи. На старте вы опять же сами не будете это делать. Мы будем делать вместе. Первые встречи мы вместо вас проведем. Мы поможем создать вот эту первую команду. И девятый шаг. Заключительный. Это включение новичка в систему. Если после встречи человек говорит, что мне интересно здоровье и продукт, отлично. Помогаем оформлять дисконт, добавляем потребительские чаты. А если человек говорит, что мне интересна тема бизнеса, я готов себя здесь попробовать, тогда все очень просто. Первых четыре шага. Регистрация, продукт, обучение и события. Вот, друзья, и вся система. Четкая, дублицированная и понятна каждому. Давайте подведем итоги нашего предложения. Мы поговорили о компании. И основной вывод. Coral Club – это надежный партнер для создания бизнеса, который обеспечивает нас всеми необходимыми ресурсами. Продуктом, инфраструктурой, производством и логистикой. Основная идея продукта – концептуальный подход к здоровью человека. Гидротация, правильное питание, здоровый образ жизни – это нескончаемый тренд в самой востребованной нише в мире. Компания использует бизнес-модель, которая дает возможность развивать это направление в любой точке мира, используя только работающие инструменты. И абсолютно каждый, кто принимает решение двигаться вместе с нами, начинает действовать по отлаженной системе, которая 100% приводит к результату. И теперь самое главное – это не идеальный бизнес, он просто лучше. Вы должны понимать, что магии не существует. И нельзя стать успешным в каком-то деле просто по щелчку пальцев. Нужно трудиться, нужно инвестировать время, работать над собой. И в то же время, я даже не буду задавать вам вопрос, мечтаете ли вы о новом автомобиле? Может, о собственном доме? Хотите путешествовать в кругу друзей десятки раз в году и делать в этом мире что-то, что приносит пользу людям? Я точно знаю, что если досмотрели видео до этого момента, для вас это важно. Вопрос в другом – готовы ли вы к этим изменениям прямо сейчас? Лучшее, что можно сделать – связаться с человеком, который дал вам это видео, пообщаться и принимать осознанное решение. До встречи!